Привет. Здорово. Ты очень давно не отвечал на наши вопросы. Вы давно не задавали их. Ну, это другая история. Тут есть пара вопросов. Один модный, другой нет. Рустем из Санкт-Петербурга интересуется, как делать свип как Рацан Матеус. Который Рацан чаще всего делает. Он нигде не нашел обучалки и очень рассчитывал, что ты можешь объяснить на русском языке. Дело в том, что Рацан Матеус комбинирует несколько базовых свипов. А ты смотрел Grand Slam? Последний Рио? Из Венера, из Санкт-Петербурга. Не сивоки. Рустем из Санкт-Петербурга уже угрожает. Ладно, это работает. Собственно, я покажу одну вариацию, которая, мне кажется, самая простая и самая эффективная. Если, получается, взять все захваты, то этот свип не то, что прям невозможно избежать, но очень большой шанс его реализовать. Закрытый гайд. Часто у меня это работает примерно так. Конечно, я понимаю, что вопрос был не про меня, но тем не менее. Когда человеку есть упор здесь, и Саша берет мне рукав, например, и начинает вставать, я часто не могу вырвать вот этот захват. Я понимаю, что он крепко его взял. Я пока буду здесь бороться, с его рукой он все равно встанет. Вот, соответственно, иногда я даже на этот счет не сильно парюсь. Я просто перехватываю вот этот рукав. Получается диагональ. Правая рука на правую руку. Он встает полностью. И как только он встает, я сразу вот этой рукой, не давая ему полностью выпрямиться, то я коленки тяну к себе. Вот, я хочу его к себе притянуть. Я залезаю под его ногу вот сюда. Вот, и оказываюсь вот в такой позиции. Здесь для меня самое плохое, если человек выше меня и полностью упрямляется, потому что тогда мне тяжело его свалить. Вот, как Саша сейчас стоит, я буду левым локтевым сгибом выбивать его в пятку, а коленки у меня будут вот так крутиться, как штопор, влево и вверх, как березка в школе. И при этом тазом я буду бить его вот сюда влево, чтобы открыть максимально эту ногу. Рукав держу до самого конца, потому что если Саша упадет на его правый бок, и у него рука захватил, он не сможет ее поставить в пол, соответственно, я смогу перевернуть маунт. Выглядит, например, так. Он заварился на бок, я, видите, стою на локте. Сохраняю все захваты рукав и пятка. Теперь мне нужно дальше залезть на маунт. Что я делаю? Я, освобождая вот эту ногу, встаю на свою ладонь, соответственно. Рука прямая. И дальше я начинаю от своей руки отталкиваться, и мне нужно встать на мое левое колено. И очень важный момент, что у меня ноги до сих пор закрыты. То есть у меня до сих пор гард закрыт. Если я здесь ноги раскрою, у меня образуется большая дистанция между моим корпусом и Сашиной. Соответственно, скорее всего, он восстановит гард и, может быть, даже вообще не даст мне встать. Вот. Поэтому я ноги держу закрытыми. Я начинаю вставать вот сюда на колено. Движение как хип-бамп. То есть я тазом толкаю вперед. Вот как только я встал на свое левое колено, почти полностью, теперь я могу начать открывать ноги и доталкивать себя в маунт. Вот сюда. Соответственно, имея этот захват, иногда получается даже продернуть руку сюда. Соответственно, у меня более лучшая позиция для того, чтобы на рычаг выходить потенциально, или, может быть, даже докатить его дальше, чтобы пытаться спину забрать. Вот, собственно, позиция. Саша берет захват на груди, чтобы контролировать дистанцию, чтобы я не мог ни сюда сесть, ни протянуть его. Забирает мне захват на рукаве, чтобы начать вставать с левой ноги. Очень часто у меня не хватает сил и времени, чтобы сорвать захват до того, как он начнет вставать. Иногда я, собственно, не парюсь, я просто перехватываю вот эту руку за рука. То есть у меня получается кросс правая рука на правую руку. В этот момент Саша уже либо встал, либо встает. Вот, собственно, он уже здесь. Он может быть почти выпрямлен или же вот так стоять. Мне лучше, чтобы он не выпрямлялся полностью, как при становой тяге. Иначе мне будет тяжело его перевернуть, особенно если он моего роста или выше. Но сейчас у меня все устраивает. Я должен залезть под его ногу локтевым сгибом вот так. Кулак я постоянно тяну к себе. Дальше локтевым сгибом выбиваю, тазом толкаю вбок, вот так. И ноги у меня толкают вот туда, как штопор, как березка. Продолжаю держать все захваты при этом. Положил его. Гард у меня до сих пор закрыт, ноги не раскрываю. Встаю на руку, видите, то есть я его ногу отпустил. Дальше начинаю себя толкать от руки, заталкивая себя на свое левое колено. При этом держу его рукав, чтобы он не мог упираться. Вот когда я дошел до сюда, уже накатился на свое левое колено, я уже раскрыл ноги. Потому что теперь мне нужно садиться в маунт. Я продолжаю себя толкать потихонечку до тех пор, пока я не сяду полностью в маунт. Ну что, работает? Так, если проплачено, то да. А у тебя работает? Ну я не проплачен. Ну, ты использовал какое-нибудь цветное соревнование? Да, я прям вот этот свип использовал на Мадриде. Получилось? Да. Это в финале? Нет. По 1-8. По 1-4. Нет, по 1-8. С какими свипами можно еще комбинировать вот эту технику? Да, много разных ситуаций. Когда человек встает с закрытого гарда и вы можете залезть под его ногу, это всегда преимущество. Потому что вы всегда снижаете его мобильность и лимитируете его опции. А Ратсон Маттелл все время делает такую базовую элементарность, потому что у него соперники лохи или он такой крутой на базе? Ну, сложно сказать, как говорится. Ну, на самом деле, кроме шуток, да, это же уже известная прописная истина, что если у вас хорошая база, то у вас гораздо больше шансов, соответственно, реализовать свою технику, чем у человека, у которого какая-то невъебенная хитрая концепция. В клубе 22 ты что больше даешь? Базу или что ты там тут и сказал? Я стараюсь давать больше базу, но при этом есть какие-то вещи, которые лично у меня работают. Я их стараюсь показывать, как я это делаю. Но тут надо понимать, что у каждого человека свое джиу-джитсо. Я могу показать лишь принципы какие-то рабочие. А человек должен, ну, собственно, попробовать их сделать, получить некий опыт, да, накопить его и попробовать его уже реализовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok